Вот это вот краньки, это вы здесь пьёте или наливаете, или что, или руки моете? Ай, отсюда они пьют водичку. Вниз спустимся, его же там лучше видно, да, или нет? Да. Уже какой-то класс, очень темно, неплохо видно. Привет, ребята! Хочу сегодня снять очень интересный влог, хочу показать вам канадскую школу. Я думаю, очень многим будет интересно, особенно тех, кто планирует сюда приехать, посмотреть, как же выглядит школа изнутри. Мы сегодня идём на школьное собрание. Кто не знает, собрание здесь происходит не так, как мы привыкли. У нас в Украине были такие же собрания, в Польше также были собрания, когда нас собирали всех вместе, всех родителей в одном классе, и мы сидели там полтора-два часа и нам рассказывали все новости школьные, класса, в общем, про успеваемость своего ребёнка. Здесь абсолютно по-другому. Здесь ты приходишь на определённое время, каждому родителю выделено 15 минут, тебе за неделю до собрания дают листик, на листике написано время, и ты выбираешь время, какое тебе удобное. В это время ты приходишь, один ты в классе, ты можешь взять с собой ребёнка, как там по желанию, и учитель тебе просто рассказывает про успеваемость своего ребёнка. Иногда это может занять 5 минут, всегда это очень быстро, очень быстренько, и как бы тебе рассказали, как ребёнок учиться, на что обратить внимание, что хорошо, что плохо, и всё, на этом всё заканчивается, и ты идёшь домой. Вот, у нас будет как раз сегодня самое последнее время, когда уже собрание будет заканчиваться, мы идём на без 15,8, и я очень надеюсь, что в это время уже будет очень мало людей в школе, и я постараюсь снять что там и как, конечно, прям обзора школы я вам не сделаю, так как я думаю, вряд ли мне кто это разрешит, там зайти в спортзал снять, столовую, ну, так, краем глаза, я думаю, мы немножечко посмотрим. Мои дети младшие учатся ещё в младшей школе, они ходят в шестой класс, поэтому ещё они младшие. Она немножечко, конечно, отличается от старшей школы, старшая школа, она больше, конечно, выглядит, как мы привыкли, школы наблюдать в американских фильмах, а младшая немножко по-другому. Я сниму, как это всё детальное, вы сами посмотрите, но, конечно, сходство всё равно есть. Поэтому очень надеюсь, что получится. Почему только сегодня могу это снять? Потому что в обычные дни нас не впускают в школу, мы не можем зайти вовнутрь школы, мы можем подойти только в секретариат, и если что-то нужно там передать ребёнку, либо что-то обсудить, то ребёнка вызовут к тебе, и либо если он вещь какую-то забыл, то ты на секретариате её оставляешь, и ребёнку передают. В саму школу пообщаться с учителем прийти мы не можем. Мы можем прийти только в день открытых дверей, вот так вот на собрание, в принципе, всё, как бы особо каких-то встреч с учителями нам они не нужны. Если есть какие-то вопросы, то мы их обсуждаем через мейл, там, как бы, лично. Лично мы, например, не ходим, не общаемся лично с учителем. Если у нас есть какие-то вопросы, то мы всегда пишем только мейл. Вот это вот так вот нажмёшь, и всё вот так вот, все 15 минут. Это Соня меня учит пользоваться переводчиком, хотя я умею. Не, она всё равно. Но она идёт со мной в роли переводчика будет, так как учитель разговаривает на французском. Французский я вообще не знаю. На английском он очень плохо разговаривает. Да, он очень, кстати, плохо на английском разговаривает. Вот, поэтому Соня будет всё переводить. Вот так вот. Собрание насчёт Коли, хотя не в одном классе, но позвали меня только Коли. Соня идёт, будет переводить. Ну, пока Коля будет сидеть такой, знаешь... Коля не захотел идти. Ну, Боли не он. А мы вызвали Лифт? Знаешь, что учитель будет говорить, да? Ты меня подготовишь? Плохо что-то, да? Ты думаешь? Ну, насчёт украинского языка. А, ну, насчёт того, что они раз... О, мой гад, белка сдохла! Да, мы с... Ё-моё! Мы савелины, когда со школы живут такие, стоим такие... О, мужик! Пока она была не первая... Я что хотела сказать, почему мы сейчас разговариваем о духлой белке. Что школа находится от нашего дома буквально, ну, 3-5 минут, поэтому школьным автобусом мы... А если держать можно и за минуту. Да. Поэтому школьным автобусом мы не пользуемся. Если бы, конечно, дети жили бы дальше, им нужно было бы добираться, то можно заказать, чтобы автобус за тобой заезжал. Ну, это стоит 50 долларов в месяц на одного ребёнка. В принципе, недорого, хорошо. И если нужно, то очень удобно, что за твоим ребёнком приедет автобус и также привезёт его домой после урока. А, а там выходят? Но нам это не нужно, потому что мы очень близенько живём. Почему на автобусе? Ты приходишь в школу, тебе потом учитель... Ты говоришь учительу, что я езжу на автобусе, он потом там через день, через два, ну, через... Короче, пока что можешь поедеть, там, и ничего не будет. А потом он тебе выдаст карточку, вот так вот на шее, большая карточка, и там твоя фотография, и имя, класс, короче. Ну, то, что, типа, ты лучшийся в школе. Ну да, мы когда пришли 1 сентября, учитель спросил у нас, вам нужен школьный автобус или нет? Мы сказали, нет, так как мы живём рядом, нам не нужно. Ну, если нужно, тогда тебя записывают. И всё. Посмотрите, как люди красиво украсили дом к Пасхе. Ламочки такие. Фонарики фиолетовые. А там всё, можно ламочки у меня, да? Да, красивенько так. Вот это вот наша школа. Обычно дети заходят с другой стороны, это сейчас главный вход, но секретариат. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5. Пять входов. Пять входов, да? Да. Нету. Типа тут до километров больше всего, а там нету. Ага. Короче, по разуму. Поняла. Где класс такой из. Это нас уже встречают? Можем. Хелло. Обратите внимание, как нас встречают дети. Никого из взрослых в секретариате нету. Дети дежурные. Они встречают, спрашивают, в каком классе мы учимся, проверяют по бумажечкам, кому куда идти и провожают нас в класс наших детей. Дети нас провели, встретили, провели нас в классу. Вдруг бы я была одна, я же не знаю, где находится, например, в класс у моего ребенка. Да, поэтому они нас встретили и провели. Сейчас еще в нашем классе другие родители, потому что мы специально пришли немножко пораньше. Вот такие вот классы. Ящиков в этих школах еще нету, так как это младшая школа. Вот. Я их в паптике сейчас покажу. У них вот такие вот вешалочки у каждого возле класса, и они сюда вешают свои верхнюю одежду. Здесь очень плохо видно, но это спортзал детей, но очень большой такой. А мы когда вниз спустимся, его же там лучше видно, да, или нет? Он дров. Да. Что здесь? А это выход. Уборщик? А где ваши фонтанчики? Где вы воду себе наливаете? В воду. Оказывается, дети едят не в столовой, а у них такой, вот это где спортзал, где я вам показываю, и в этом спортзале они кушают. Да, там у нас там такие салабрышки и туалеты. Туалеты? Не такие, и я уже вижу, что туалеты не такие, как у нас в нашей школе. Вот это кранечки? Вот это вот кранечки. Это вы здесь пьете или наливаете, или что, или руки моете? Ай, отсюда они пьют водичку. Либо пить? Либо пить, либо наливают водичку. Ну да, это удобнее для бутылочки. Да, это очень удобно. Очень удобно, потому что вода чистая, но я здесь вижу, здесь даже фильтр стоит. Все равно. Тушители, все эти фонтанчики, они везде. Просто вода каждого класса. Ну, классно. Некоторые дети оставляют обувь, вот эти вот панталоны. А, кстати, почему вы не оставляете панталоны и ботинки? Не носим. А, уже не носите, да, но зимой можно здесь оставлять, да? Ну, без того, чтобы не таскать их домой туда-сюда. Вот тоже фонтан... А, нет, здесь тоже и руки можно помыть. Да. Помыть, руки можно помыть. Здесь тоже какой-то класс. Очень темно. Неплохо видно. Это класс английского. Да? Ну, если у вас, он так часто английский управляет. Угу. Это за все заслуги, которые класс получил, да? За какие-то... Да, это другой класс. Вот, смотри, вот это сейчас такой вот класс. Ага. Это просто кто им научился в этом классе и все награды этого класса, правильно? Интересно очень. Это рисунок моего сына. Микки, потому что... Почему Микки? Его зовут Николай, но здесь его все называют Микки. И, наверное, очень сложно говорить Николай, поэтому они называют Микки. А, вот Сонин. Я в классе с собой парня. Я делала много там, типа в виде пласки. А это что за... Это просто работа. Это... Это ваша работа? Это вот листочки, это просто вот это. Мы не знаем, в вашем классе у нас туда нет. Это тоже ваши, да? Все заслуги вашего класса? Ты думаешь? Да. Мы, кстати, думаем за то, что вообще собрание до Коли вызвали, а тут Соня пришла. Если они переживают за то, что они тоже сейчас будут что-то говорить, так как она уже здесь. Да. Ну, ты же хорошо, что ты такого же делаешь? Ну, я тоже так думаю. Я думаю, если будет что-то говорить, то только хорошее. Очень часто по пятницам, где-то, наверное, раз в три недели, где-то раз в три недели по пятницам дети не ходят в школу. Это тот день, когда учителя проверяют их работы, правильно я говорю? их работы там, конспекты, да, какие-то. Ну, в общем, занимаются всеми учительскими делами, теми, которыми наши учителя занимались по ночам. Они просто приходят в школу с учителями, обсуждают, какие темы можно, они делают новые задания. Ну да, и проверяют работу, я знаю, перед этим, учим эти предыдущие. В общем, всеми своими учительскими делами занимаются, а дети в этот день не ходят в школу. И в эту пятницу у нас один из таких дней. Ну, бывает по-разному. Бывает там учительник, разный. Нет, почему ни разу, не всегда пятница. Нет, почему мы были в понедельник в такие какого-то. Да? Мне кажется, просто всегда просто одна пятница попадает. Здравствуйте. Меня Микки. Или расстану. Ухо? А, да, я не говорю. Это не ты, это Микки. Микки. Я могу говорить в французском, я могу говорить в мем. Окей, я м'excuse, я м'excuse, я м'excuse, потому что я должен репрессировать немного позже. Я м'excuse, как раз. Евгений, это 2. Окей? Это, ты ему говоришь, это 2. Ты ему говоришь, это 2. Микки пишет, как можно говорить в английском языке. Таким образом, есть прогрессия. Это как он пишет, а там вообще язык. В прогрессии она растет в языке. Например, по математике, там типа, что я знаю, что я должен сделать, что я ищу. Мой правильный ответ, это за большой пример, писать, там все решить, и в конце ты пишешь ответ. Микки? Математика? Если ты куда-то молодец или где? Математики, это не лето в палец, а Математика? Ну что, Hilary? Алина? Интеллиженная. Алина, алина, но я вам дорогу, я вам такой 이상, она не очень любит патриот. Она любит патриот, она любит патриот, она любит патриот, она любит много, она любит много, она любит много, она любит много, она любит много. Аる하, думаю, я fossil цитрит. Ребята, мне tasks мое, кто-то любит, да? это их класс он один на всех еще хотим вам рассказать о питании в школе дети в школе здесь у них нет в столовой там еды где они могут там прийти покушать всю еду детям мы складываем сами дома мы им собираем ланчбоксы и в школе они в обедни до перерыв они кушают обязательно нужно положить какую-то горячую еду есть такие специальные термосы для еды ему туда ложим там макароны с котлетами картошку в общем все что у вас там есть из горячего ложим детям в этот термос специальную сумку которая держит тоже тепло и также ложим какие-то перекусы там фрукты овощи бананы там яблоки все что вы хотите какие-то печенье там снеки орешки в общем все что хотите можете положить ребенку в школу у нас по крайней мере в школе не проверяют берут ли дети орехи да и батончики с орехами я знаю что в некоторых школах у родителей прям проверяют запрещают чтобы уложили батончики с орехами потому что у многих детей аллергия на орехи и еще нам запрещают такое есть правило очень важно вот это мне кажется самое главное насчет перекуса то что нельзя отделиться едой потому что ты можешь об этом не знать и у кого-то может быть аллергия но по крайней мере у детей не забирает батончики если они с орехами так как у не в некоторых школах я знаю так делать но в нашей нет вот и еще что еще начать питание они могут в принципе во время урока достать какую-то еду и покушать вот сейчас учитель который у них есть он им не разрешает кушать это мясо не только что рассказала он им не разрешает кушать во время уроков а предыдущем году у них была учительница она разрешала кушать так как она сама любила во время урока поесть она им разрешала тоже кушать да 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 во время урока писали читали она могла просто перекусить там да вот и еще кстати один момент здесь учителя класса меняются каждый год ты каждый год переходишь к новому учителю нет такого что с одним учителем ты там вот с начального класса да и там до средней со средней уже потом до старшего каждый год у тебя меняется учитель и дети правильно класс тоже меняется наличие детей ну да все дети вместе переходят ну это как решат они могут сами решить с кем но иногда бывает то что ты можешь попасть к тому же самому учителю в тот же самый класс но как как просто как тебя расформируют на любом случае формируют ты не узнаешь как пути по на данный раз и будешь какую-нибудь еще насчет питания наши дети они ходят кушать домой они сейчас в том году они кушали в школе брали с собой ланчбокс и кушали в школе в этом году они приходят кушать домой у нас так сложилось что мы в начале года на 1 сентября мы не записали детей столовых им пришлось пару дней походить домой покушать им очень понравилось и вот уже скоро конец года и они до сих пор уходят домой кушать так как мы живем очень близко нам близко до школы а перемена когда у них обед полтора часа поэтому многие дети вот кто живут в нашем доме и вот в округе они мега бегают домой на обед обед да на обед бегают домой и наши также говорят что им просто очень нравится то что они у них такой большой перерыв в обед и они не так устают от вот этой вот школьной рутины что они утром пришли в школу немножко поучились потом пришли домой полтора часа могут быть дома и потом опять пришли в школу там пару часов побыли и все и пришли домой им так очень удобно и нравится бегать домой кушать ну мне в принципе это тоже без напряга так как я дома и всегда могу их тоже покормить теплой едой ну и как-то дома как-то уютнее чем столовая есть ну да привычнее да мы конечно думали что зимой это будет холодно что они не захотят ходить но они хотели потому что зима не было в этом году такая заснеженная как в прошлом году и в принципе было нормально потому что мы ожидали что зимой они не захотят и захотят кушать в этом году в том году могло быть даже и по поездам ну да просто в том году было очень заснеженная зима им было бы конечно неудобно бегать домой а сейчас как тем более вообще не теплой уже одежды там нет курточек курточки рам максимум то им вообще в принципе раздеваться перед вас и не надо накинул на себя и побежал да мы можем уже без шапки куртки у нас там даже без кухня кушать ну вот мы тоже можем поэтому такие здесь момент воспитания но у меня старшая дочь она учится в старшей школе кстати завтра у нас собранием старшей школе поэтому я вас не вам сниму обзор старшего старшей школы и у них конечно совсем по другому с питанием у них есть столовая где есть еда есть меню они могут заказать по меню ну как у них очень большой выбор продуктов которые они могут там купить с собой эту с дому покушать либо прийти домой тоже покушать они могут пойти в кафе на перемене это так как у них тоже это полтора часа перерыва и они без проблем могут пойти куда угодно поесть где ему угодно еще у них обязательно все равно вот дети мои там кушают дома дам обед но все равно им с собой нужно обязательно положить какой-то перекус какой-то снэк что-то чтобы они там между завтраком завтраку это не дома и между завтраком и обедом они могли там что-то да перекусить себе какой-то снэк еще расскажи что вам там привозят по некоторым дням как например молоко ну перекус какой-то вот чаще всего на привозит молоко и и мы его когда настаёт время перекуса мы можем взять перекус и еще мы можем взять то что нам привезли но это только молоко привозят или какие-то печенье или что-то еще в том году привозили очень много вещей а в этом году только вот было молоко и по моему все надеюсь вам было интересно посмотреть и послушать как и что в канадских школах я более-менее смогла вам рассказать и показать насколько я могла что здесь и как кому понравилось обязательно ставьте лайки комментируйте и кто еще не подписан подписывайтесь на канал